Салют, пипл, с вами Хьюман, и сейчас мы в рубрике «Железный разбор». Сегодня я вступление делать не буду, потому что самое сладненькое нужно кушать целиком. Погнали! Великолепный процессор Ryzen достоин лучшей AMD материнской платы. И если вы собираетесь выжать максимум из будущей платформы, я подобрал несколько отличных вариантов именно для вас. AMD сложно упрекнуть в отсутствии обратной совместимости. Но что на самом деле делает материнскую плату AMD лучшей в этом сегменте? Даже от самых дорогих плат мало что можно получить в плане производительности, если, конечно, вы не планируете разгон центрального процессора. Хоть и в том же Ryzen оверклокинг не столь и значительный, но он есть. И все же нужно учитывать баланс производительности и цену. Но давайте вернемся к материнкам. Прежде чем делать выбор, нужно учесть много нюансов. Помимо того, что материнская плата играет одну из основных ролей в вашем ПК, во-первых, какое поколение процессоров Ryzen вы собираетесь использовать? Хоть разъем AM4 физически совместим со всеми процессами Ryzen для ПК, помимо Threat Dripper, то, например, плата B350 не сможет поддерживать новейшие процессоры Ryzen 3000. Обратите внимание, что в списке есть относительно новый чипсет AMD B550. Это номинально-бюджетный эквивалент X570. Точно так же, как B450 будут бюджетные альтернативы X470. И он предлагает поддержку PCI-Express 4.0. Теоретически это сделает сборки более доступными, хотя текущие цены показывают, что лучшие материнские платы B550 дороже, чем некоторые X570. Поэтому в этом списке и в бюджетных игровых сборках есть еще много места платам B450. И в принципе чипсет B450 не обязательно считать устаревшим. Asus, например, все еще продолжает выпуск новых материнских плат на основе B450. Но все же в этом вопросе я максималист, учитывая, что цена будет все-таки не настолько большой, но матка с заделом на будущее. Имхо. Вам также нужно учитывать будущий размер вашего ПК. Размер ведь имеет значение. Если вы собираетесь создать мини-ПК с Ryzen, вам понадобится хорошая материнская плата Mini-ITX. Есть несколько отличных вариантов, не только high-end класса. Также подумайте, сколько слотов M.2 и PCI-Express вам понадобится для вашей сборки, а также количество USB и других необходимых портов. Ну в принципе, ребят, USB, есть переходнички на USB, где можно сразу еще больше увеличить количество портов. Ну и с материнскими платами AMD малого форм-фактора, эти возможности будут ограничены. Поэтому хоть плата Micro ATX часто и будет хорошим дешевым вариантом, вам все-таки нужно взвесить свои потребности с учетом вашего бюджета. Ну а теперь погнали в топ-6 маток разных форматов и для разных целей. Лучшая материнская плата от AMD. Два слота PCI-Express 4.0 M.2 и совместимость с Wi-Fi 6. Передовые технологии, которые объединены в этой плате, созданы, чтобы максимально использовать возможности процессоров AMD Ryzen 3-го поколения. Четыре слота DIMM могут работать со скоростью до 4400 МГц, но по чесноку нет особого смысла выходить за рамки DDR4 на 3800. А также два слота M.2, поддерживающие PCI-Express 4.0. MSI MPG-X570 – это топчик в производительности. На задней панели ввода-вывода вы имеете следующее устройство. MPG-X570 поддерживает подключение Wi-Fi 6, которое при наличии маршрутизатора, совместимого с Wi-Fi 6, обеспечит максимальную скорость и сможет работать с существующими маршрутизаторами Wi-Fi 4.5, ранее известные как 802.11n и 802.11ac. Также стоит отметить порт HDMI, который отсутствует на многих платах X570. Хотя я лично не особо рекомендую использовать AMD APU с интегрированной графикой на плате высокого класса. Ну, бессмысленно попросту. Каждая пара слотов M.2 имеет тепловые отражатели и вентиляторы, которые помогают предотвратить возможное тепловое дросселирование. Но делает их установку или замену более деликатным процессом, чем с вариантом открытым. Частую замену деталей лучше проводить без теплозащитного отражателя. MPG-X570 обладает достаточной совместимостью, чтобы вы получили максимум от вашего оборудования как сейчас, так и в будущем. Но при условии, что вы готовы заплатить за это немножко больше. Да, это безусловно крутая мать, но если вы не настроены на покупку топовых компонентов, вы можете подумать о менее дорогой плате. В MSI-X570A Pro отсутствуют некоторые дополнительные функции, такие как Wi-Fi и слоты M.2, но она тоже работает нормально и при этом стоит почти на 100 долларов меньше. Asus ROG Corsair 8 Hero с Wi-Fi Считается лучшей high-end AMD материнской платой. По факту это чистая эстетика, она многофункциональна и имеет множество USB портов. Данная матка отличная плата для процессоров Ryzen 3-го поколения. Она оснащена всеми плюшками, в том числе встроенным термодатчиком, а также встроенным кнопками питания и сброса и функцией восстановления биоса на задней панели ввода-вывода. И что интересно, I.O. щитом, чтобы избежать поломок во время сборки. Более того, она может поддерживать два графических процессора. Для этого есть порты PCI-Express, до 128 ГБ оперативной памяти с четырьмя слотами DIMM и пары твердотельных накопителей M.2. Данные характеристики уже являются стандартами для подобных плат, однако 10 USB портов типа A, а также разъем USB 3 типа C для ввода-вывода на переднюю панель обеспечивают поддержку любого количества периферийных устройств, что ставит эту плату на голову выше ее аналогов. Гладкая матовая черная поверхность с хромированными элементами и приглушенным RGB придают этой конкретной плате утонченный вид. Бесшовные тепловые отражатели M.2 делают Corsair одной из самых аккуратных выглядящих плат в этом списке. Однако именно отражатели делают замену твердотельных накопителей затруднительной. Как мы видим, плата обладает множеством преимуществ, из минусов разве что относительно высокая цена, из-за которой мы можем обратить свое внимание на более доступные модели. В итоге первые две по балансу и производительности это вообще топчик. Однако здесь для вас может стать принципиальный вопрос по цене. Третья наша плата это ASRock X570 Phantom Gaming ITX TB3. Лучшая компактная AMD плата. Крошечная, но мощная, поддерживает Thunderbolt 3 и интегрированная задняя панель. ASRock выпустила несколько замечательных маленьких материнских плат AMD Ryzen. Конкретно это X570 отличается новейшим высокопроизводительным чипсетом AM4, перспективными функциями и серьезной производительностью. Цену в примерно 200 долларов может быть не совсем будет вам по душе, но многие материнские платы X570 находятся примерно на таком же ценовом уровне. Тот факт, что теперь почти не предлагается премиум мини ITX, делает Phantom Gaming еще более заманчивым. Это значит, что вы можете собрать шестиядерный компьютер AMD Ryzen 9 3950X, и он будет такого же размера, что и Xbox серии X. Теперь есть повод полюбить корпус NZXT H1. Поддержка PCI Express 4.0 это не единственное расширенное соединение у этой крошечной материнской платы. Также имеем поддержку Thunderbolt 3 через интегрированный щит ввода-вывода на задней панели. Это впечатляющий бонус к уже впечатляющей плате. Стоит, кстати, отметить, что вам понадобится кронштейн для охлаждения процессора на базе Intel. Для того, чтобы поместить все функции в форм-фактор мини ITX, ASRock не нашло места для громадской установки по типу AMD. Но это может стать проблемой только в случае использования стандартных кулеров AMD. Любой другой сторонний кулер будет поставлен с кронштейнами Intel. Заранее продумайте абсолютно все подключения, как это делаю я при выборе ПК, потому что если вы захотите ту же водянку, это будет большой вопрос. Четвертая у нас плата это MSI MAG B550M Mortar. Считается лучшей материнской платой B550 для чисто игровой тематики. Отличная производительность и эффективность при заводских настройках, ловкий биос и конкурентоспособные цены. Если говорим об игровой производительности, то MSI Micro ATX MAG B550 Mortar ваш лучший доступный выбор для Ryzen следующего поколения. Плата стоит порядка 160 баксов и делает это ее дешевле многих других материнских плат на базе X570 и B550, которые сейчас есть на рынке. Частота кадров в играх на MSI B550 Mortar поднимает ее намного выше остальных конкурентов, а прямая производительность процесса ставит на один уровень с X570. Это хороший знак. Особенно если вы ищете доступный домик для своего будущего процессора AMD Zen 3. И вам не придется надрываться, чтобы раскрыть максимум заложенного в B550. Возможно, вам будет не хватать дополнительных графических слотов, такие как PCI Express M.2 и X16. Также вы можете отказаться от беспроводного подключения к сети, в зависимости от того, выберете ли вы обычный Mortar или же более дорогую версию Mortar Wi-Fi. Хотя схема питания 8, 2, 1 является более весомым недостатком, поскольку в результате имеем плату, которая не вызовет в вашем сердце радости от ее разгона, но это отличный вариант, если рассматривать ее как доступную игровую плату без претензий на разгон. Пятый из шести в нашем списке это ASRock Fatality B450 Gaming ITX AS. Считается лучшей дешевой платой Mini ITX. Большинство функций B450 на плате Mini ITX и отличная поддержка разгона процессора. Обычное наполнение даже базового набора микросхем в плату Mini ITX полагает, что рядом функционала пришлось пожертвовать в пользу меньшего форм-фактора. Однако ASRock Fatality B450 выделяется среди переполненной индустрии Mini ITX тем, что предлагает миниатюрную плату, которой не пожертвовали при этом ни одним из наиболее важных преимуществ. Менее чем за 120 долларов вы можете получить отличную производительность с отличной поддержкой разгона, как процессора, так и памяти. Она успешно конкурирует по части производительности с большинством плат X470 при значительно меньшей цене, на самом деле жертвой при этом лишь несколькими USB-портами. И если вы ищете небольшую, но высокопроизводительную мать по отличной цене, считайте, вы уже нашли. И шестая заключительная на нашем списке это Gigabyte B450M DS3H. Считается как лучшая бюджетная плата от AMD. Имеет два слота PCI-Express и четыре модуля DIMM, плюс поддержка 3.1 USB. B450 это отличная плата со множеством функций, по отличной цене в 70-80 долларов. Комплектуется четырьмя модулями DIMM, поддержкой до 64 ГБ АЗУ и двумя слотами PCI-Express, что соответствует платам верхних линеек. Плюс много USB-портов, в том числе скоростной USB 3.1 на 10 Гбит в секунду, а также поддержка твердотельных накопителей PCI-Express 3.0 NVMe. B450 прекрасный пример, когда отрезали всё лишнее и получили отличную плату по минимально возможной цене. Гигабайт в этом случае постарались на славу и громадное им спасибо за это. Для сборки AMD с продуманным бюджетом это один из лучших доступных вариантов. Ну а какая плата у вас, друзья? Напишите название внизу и скажите, почему вы выбрали именно её? Я же в своё время снился на материнке MSI MPG 570 Gaming Plus. И по моему мнению, это прям то, что нужно за делом на будущее. Используйте верную матку и кайфовой вам игры.